Ну, мы говорим, значит, сейчас о хроническом простатите, который, как говорится, энигма, до сих пор загадка, до сих пор трудно лечиться. И, в общем-то, ничего принципиального нового тут нету. Единственное, что я вам просто хочу сказать, это по проблеме биопленок, потому что проблема биопленок на сегодняшний день обусловливает большое количество заболеваний. И, скорее всего, хронический бактериальный простатит, скорее всего, все-таки это инфекция биопленок, поэтому, конечно, такое трудное лечение. Но вы видите, что на долю хронического бактериального и острого бактериального простатита, в общем-то, всего от 5 до 20%. Значит, возбудителями бактериального простатита, и вот это уже принципиально важно, потому что лечат много, лечат разными антибиотиками. Считается, что различные там инфекции передаваем половым путем, номер один там, да, и прочее, прочее. Значит, на сегодняшний день по доказательной медицине наиболее частые – это уропатогены, это та же самая кишечная палочка. Установленными возбудителями, опять-таки, вы видите, уропатогены – это клипсиела, протеи, энтеробакта, ксирация и синегнойная. Вероятным, вероятным даже возбудителем, видите, идет энтерококус фекалис, о котором я еще вчера говорила, что он выходит на второе место среди возбудителей мочевой инфекции, а вот среди простатита пока еще под вопросом, да, энтерококус фекалис. Спорадические – это все стафилококки, и когулазонегативный, золотистый стафилококк. А вот вдоль усомнительных, вот вы видите, здесь отнесены, значит, как раз инфекции, передаваемые половым путем, это хламидии, мекоплазмы, гонококки и коринобактерии. И, в принципе, это правильно, потому что, зная, так сказать, микробиологию, да, значит, мекоплазмы, хламидии – это все внутриклеточные патогены. Они поселяются в уретрии, и, собственно говоря, дальше им и ходить-то не надо никуда, да, они уже как бы свою нишу заняли. Для того, чтобы им попасть в предстательную железу, собственно говоря, как и Шерихи Коли, но у нее хотя бы есть там жгутики и прочее, прочее, значит, конечно, они попадают за счет нарушения мочи и спускания и за счет интерпростатического рефлюкса. Редкими возбудителями простатита являются мекобактерии туберкулеза, грибы, ну, тут вы видите различные простейшие гистоплазмы, сальмонеллы, клостридии, паразиты. И, конечно, на фоне иммунодефицита ВИЧ-спит, увеличение бактериальных форм возбудителей, оно абсолютно возможно, и оно так и есть, да. Хронический бактериальный простатит. Только у 5% при остром простатите процесс становится хроническим. В 5-15% выделяют бактерии в секрете предстательной железы. И вот тоже очень важный момент. Мы вчера обсуждали абактериальную асимптоматическую бактериурию, которую мы не рекомендуем лечить антибиотиками. И вот, между прочим, абактериальный простатит-то, по большому счету, ну, вот здесь тоже вопросы, да, лечить, не лечить. Потому что по руководствам всех, так сказать, европейских и нашего руководства, в общем-то, рекомендуется, да, тоже лечение антибиотиками абактериального простатита. Но понятно, что, конечно, это будет, опять-таки, приводить к дисбиозу кишечника, заселению кишечника мультирезистентными штаммами и прочее, прочее. Рецидивирующая инфекция мочевых путей в 25-43% случаев является причиной истинно хронического бактериального простатита. Никуда мы не денемся. Конечно, возбудители находятся в моче и попадают уже в предстательную железу. Значит, факторы риска бактериальной колонизации простаты. Ну, на первом месте это, конечно, интерпростатический рефлюкс в протоке простаты, инфицированная моча, фимоз. Ну, специфическая группа крови, есть такое тоже мнение и для, кстати, мочевой инфекции тоже. Незащищенный половой акт, там, ректальный половой акт, острый эпидемид, постоянный рутуральный катетер, трансрутральная резеркция, особенно у мужчин с нелеченной инфицированной мочой. И, опять-таки, мы выходим на иммунный фактор защиты. Значит, конечно, местные факторы уменьшения антибактериального действия секрета предстательной железы. Значит, то сейчас, о чем, в общем-то, и говорил тоже, может, Евгений Александрович, тут все составляющие секрета простаты, да, значит, все это, конечно, защитное антибактериальное действие секрета предстательной железы. Пути инфицирования простаты наиболее частые – это восходящий каноликулярный путь. Значит, возможен, конечно, и гематогенный путь очаги инфекции в организме, то есть с кровью переносится. И не исключены также и лимфогенный путь инфицирования. И, конечно, здесь на первое место, так же, как, кстати, и при инфекции мочевых путей, конечно, нарушенное мочеиспускание на одном, на любом где-то там уровне, конечно, оно будет вести к хронизации процесса, к рефлюксам, и вот как раз вот дисфункциональное мочеиспускание с высоким давлением может привести к интерпостатическому рефлюксу. И вот он здесь, значит, изображен, значит, рефлюкс мочи в протоке простаты, тем более, если это инфицированная моча, как результат неполной релаксации шейки мочевого пузыря, доказан введением частиц углерода и тем, что в секрете предстоятельной железы, значит, обнаружен креатинин и ураты, и камни простаты состоят из компонентов мочи и уропатогенов. И вот здесь вот показано, значит, вот эти вот формирования биопленок, это уже в протоках предстоятельной железы, ну и то же самое во время трансрутральной резекции, я думаю, что здесь многие это видели на своем собственном опыте. Значит, этиология хронического бактериального простатита, бактерии в протоках простаты формируют биопленки, защитный механизм, позволяющий им персистировать в железе даже при лечении антибиотиками. Камни в простате образуются, ну, как бы сгущением секрета простаты, рефлюкс инфицированной мочи, ну, здесь понятен механизм, может быть, тоже это и урязопродуцирующий идет по типу инфекционных камней почек. И вот классическая модель формирования биофильма здесь показана, да, то есть это еще обратимое прикрепление, далее уже идет необратимое прикрепление, далее идет пролиферация клеток, значит, вот созревание уже биопленки, и дезинтеграция уже из биопленки, распространение, как бы это характерно для, ну, инвитро, во-первых, на любых катетерах, на любых, значит, дренажах, и то же самое, как я вчера говорила, возможно, это и на слизистых мочевых путях, и в протоках предстоятельной железы тоже, да. Значит, уже было показано, что вот эти вот пути формирования биопленки, они все-таки, конечно, контролируются генетическим путем, да, то есть идет генетический сигнал. Формирование мультивидовой пленки, то есть она может быть, биопленка может быть как моновидовая, то есть состоящая из одного микроорганизма, так и мультивидовая, состоящая из многих микроорганизмов. И вот здесь показана, значит, схема формирования мультивидовой биопленки, да, то есть вот один микроорганизм, второй микроорганизм, деление клеток, формирование микроколоний, вы видите, и вот пошли уже вторые, да, то есть здесь уже вроде бы сформирована биопленка, далее идет коадгезия, уже сформировавшиеся биопленки, уже другие пошли микроорганизмы на них садиться и прочее, прочее. И вот такая мультивидовая биопленка, она, возможно, и в пристать на железе, но наиболее характерна как раз для катетеров, для стендов и прочее. Биофилим-инфекция. Чем она, так сказать, опасна? Во-первых, это, конечно, хроническая инфекция, поскольку это очаг инфекции в организме, персистирует, рецидивирует, несмотря на терапию, иммунный и воспалительный ответ хозяина. Характеризуется, значит, персистированием патологического состояния и иммунного ответа контраст просто с контаминацией. Свойства хозяина, значит, артифициальной или естественной поверхности, которая не очищается от колонизирующих бактерий, и тип иммунного ответа имеет значение. И свойства бактерий – это подвижность на поверхностях, резистентная популяция внутри биопленки, так называемый кворум-сенсинь или чувство кворума, которое включается, это как бы сигнал для подачи уже факторов вирулентности, для образования факторов вирулентности и прочее, прочее, и много других свойств внутри уже биопленки. Бактерии в биопленке отличаются от планктонных, то есть плавающих в моче, поведением, фенотипом, сниженными метаболическими процессами и пониженной чувствительностью к антибиотикам. Структура биопленки, она, в общем, такая довольно-таки сложная, потому что ключевым структурным компонентом является внеклеточное полимерное вещество или матрикс. Это как бы и питательная среда, и в этот матрикс, видите, смесь компонентов. Тут и экзополисахариды, и белки, и нуклеиновые кислоты, и в них уже вот вделаны как бы вот эти вот клетки микроорганизмов. Матрикс – это защита бактерий от стрессовых ситуаций, такие как ультрафиолетовое облучение, изменение паш-мочи, осматический шок, высыхание, воздействие антибактериальных препаратов и механизмов защиты хозяина. И вот очень интересно, значит, как они общаются между собой, микроорганизмы. Это система Quorum Sensing, обмен информацией с помощью специализированных химических молекул происходит. Этот механизм позволяет бактериям действовать коллективно, подобно клеткам в многоклеточном организме. И обратите внимание, что бактериальный язык общения чрезвычайно богат. Разнообразие их сравнимо со словарным запасом человека. То есть, пожалуйста, параллельный мир. Quorum Sensing связан с глубокими изменениями в метаболизме бактериальных клеток при достижении ими определенной критической плотности. То есть, все-таки количественный фактор здесь является, на что мы можем ориентироваться. Потому что биопленка, она как бы сидит там до поры до времени, и когда-то начинает выработка факторов вирулентности, и начинается уже ответная клиническая картина заболевания. И когда это будет, мы, значит, не знаем, увидим на обострении, конечно. Но здесь вы видите, что можно все-таки ориентироваться на количественный фактор. Если мы говорим о мочевой инфекции, значит, тоже количественный фактор имеет значение. Почему вот я когда вчера говорил про катетеросырную инфекцию лечить-не лечить или колонизацию, здесь тоже ориентируйтесь на микробный титр. Все-таки если больше 10 в пятой степени у больных с катетерами и нет пока даже клинической картины заболевания, а вы катетер убрать не можете или стенд не можете убрать, как, значит, возможно антимикробное курсовое лечение для того, чтобы снизить что? Значит, чтобы снизить как раз вот количество клеток, потому что чем больше их будет клеток, включается кворум-сенсинь, и начинается уже выработка факторов вирулентности и патогенности. Антибактериальная резистентность в биопленке, уменьшение диффузии антибиотика внутрь, инактивация антибиотика внутри матрикса, эфлюксная помпа, то есть выкидывает матрикс антибиотик наружу, различие в метаболической активности и скорости роста отдельных клеток бактерий, почему многие антибиотики не работают, потому что они уже были созданы для того, чтобы действовать на делящиеся клетки, экспрессия невыявленных генов резистентности и наличие в популяциях клеток, способных выживать в любых стрессовых условиях, клетки-персистеры, которые выживут при любых условиях. То есть это уже, вспоминая мной в ковчег, эта природа гарантирует, что кто-то-то выживет в любом случае, во всяком случае микробы выживут. Повышенная толерантность к антибиотикам в биофильме является антибиотик специфичной и зависящей от реальной структуры биофильма и наличия специфических генетических кодируемых механизмов толерантности. Режим роста биофильма не напрямую предсказывает резистентность к антибиотикам. Хотя биофильмы имеют общее свойство, их структура и композиция зависят от компонентов микроорганизмов и состояния окружающей среды. В разных ситуациях уровень антибектальной резистентности может варьировать, и факторы, обеспечивающие повышение резистентности, могут различаться. И вот здесь представлено пространственное распределение биофильма, состоящего из кишечной палочки. Вы видите, какое многообразие архитектурной композиции. Как я вам уже сказала, что даже от архитектуры биопленки зависит их чувствительность к антибиотикам уже. И вот здесь показан различный результат после антибактериального лечения ишерихи-коли биопленки. Гентамицин, ципрофоксацин – это нелеченные. И колистин. Вы видите, что наиболее ровный эффект идет на вторхиналоны. Колистин уже, да, вот тоже, вы видите, влияет на… Его толерантность к колистину влияет от структуры и архитектоники биопленки. Но вот здесь вы видите, вот зелененькая, значит, это как раз биопленка, вернее, это самый колистин. Вот это распределение его уже в другой биопленке, да, здесь вот совершенно другое. То есть имеет значение формы микробов, архитектоника, да, биопленки и прочее, прочее. Неэффективность иммунной защиты в биопленке. Ну, здесь я вчера, когда у меня был доклад по иммунотерапии, я говорила, что ишерихи-коли, она может модулировать ответную воспалительную реакцию человека, да, то есть микроб уже как бы модулирует сам. Но более того, что и, может быть, и предрасположенность к инфекции уже у определенной группы людей тоже есть. И вот вы видите, что полиморфно-ядерные лейкоциты, вот красные, да, рядом с ними, пожалуйста, живые бактериальные клетки, и нитрофилы на них не реагируют, да, то есть нитрофилы толерантны уже вот к микроорганизмам в биопленке. Ну, матрица, значит, препятствует диффузии, связывает антимикробные вещества, резистентность к большим молекулам, таким как лизоцин, комплемент, аминогликозиды, и, по большому счету, фторхиналоны, макролиды, ну, триметоприм еще достаточно, в общем-то, как бы проникают в биопленку. И вот вы видите, исходя из этого идет и выбор антибиотиков для хронического простатита. Канадские руководства рекомендуют еще триметоприм с ульфомитоксозол, который в нашей стране мы не рекомендуем из-за высокого роста резистентности, хотя триметоприм с ульфомитоксозол, значит, последние данные были вот 5-6 лет назад, да, исследование, дармист было. Поэтому, может быть, сейчас и поменялось, потому что я думаю, что уже 5-6 лет назад, наверное, у нас в стране его и никто не применяет, потому что мы его активно не рекомендуем. Значит, вторхиналоны, хорошая чувствительность, и грамм-минус, и грамм-плюс, и атипичные микроорганизмы, да, то есть мы перекрываем все возможные возбудители, низкая стоимость, адекватная внутритканевая фармакокинетика, высший уровень бактериальной эрадикации, и короче курс, ну, здесь по сравнению с триметопримом. Вот вы видите, если вторхиналоны от 4 до 6 недель, уровень эрадикации 60-90, триметоприм с ульфомитоксозол 12 недель лечения, да, уже 3 месяца лечения, эрадикации только в 30-50% случаев. Для того, чтобы лекарство проникло в предстательную железу, значит, оно должно быть жирорастворимой, степень ионизации учитывается, потому что через биологические мембраны не проходят заряженные субстанции, степень, связанная белками плазмы, размер и форма молекулы антибиотика, да, потому что маленькие проходят простой водной диффузии, значит, ну, триметоприм здесь идет как слабое основание, поэтому концентрируется в кислом простатическом секрете, но не в щелочном, как в визикулах. PH-секрета простаты при простатите щелочная, да, и концентрация триметоприма в секрете недостаточно идет. В торхиналоны это и не кислота, и не основание, имеет две инъектированные группы, и плюс, и минус. Чем выше и ниже оба значения, тем более лекарственное средство заряжено. Изоэлектрические лекарственные средства, близкие к PH-плазме, отношение концентрации в торхиналонов в простатической жидкости и в плазме от 0,1 до 1,1 до 1,5. Концентрация в торхиналонов в щелочной и семенной жидкости превышает концентрацию в плазме, но концентрация в простатической жидкости может не отражать концентрацию в ткани предстоятельной железы. Оптимальный в торхиналон имеет оптимальные фармакинетические параметры и для ткани, и для жидкости. И вот уже среди вторхиналонов мы выбираем, да, и среди вторхиналонов здесь, конечно, равных нет левофлоксацину, да, потому что, вы видите, концентрация через час после приема внутрь по сравнению с ломи, норфла и ципрофлоксацином, он, ципра даже превышает почти в 10 раз, да, вот вы видите. Значит, здесь, поэтому, собственно говоря, мы его и выбираем как препарат первого выбора для лечения бактериального простатита, да, потому что внутри тканевая фарма кинетика, спектр действия, опять-таки говорю, перекрываем все известные и даже те, которые предполагаются, да, и действует на биопленку, на биофильм-инфекцию. Антимикробное действие вторхиналонов быстро аккумулируется в полиморфно-ядерных и в мононуклеарах, частично из-за их жирорастворимости. Отношение клеточной и внеклеточной концентрации, ну, я тут уже сказала, 2 к 1, 10 к 1, активный внутриклеточно, показывая интерфагоцитарную активность против микроорганизмов. Создают высокие концентрации в моче и тканях, ну, жирорастворимый, высокие концентрации в экуляте и в секрете простаты. И вот здесь показано, это вторхиналоном леченый, клепсиэлопневмония биофилим, да, значит, вот это не леченный, это опять-таки все моделируется на пластике, да, значит, вот это ближе к поверхности. Вот вы видите, какая плотность, да, и вот леченный, пожалуйста, леченный вторхиналоном биофилим, вы видите, какая разреженность, да, и тут вспоминаем, что такое кворум сенсинг, да, что все зависит от количественного фактора. И по нашим последним рекомендациям и гайдлайну Европейской логической ассоциации левофлоксоцин для лечения хронического бактериального простатита по 500 один раз в сутки 4 недели, затем переоценка, если помогает, еще 2 недели, да, ОФЛА и ЦИПРа тоже рекомендована. Общая длительность от 4 до 6 недель. Ну, здесь показана эта самая схема. Ну, вот опять-таки, лечение хронического простатита мы оставили альтернативное при хламидиях-мекоплазмах, да, потому что, как говорится, в медицине все возможно, и если все-таки это доказано, что хламидия-мекоплазма является возбудителями здесь джозомицин, доксициклин, азитромицин. Хотя доказать крайне сложно, потому что это ПЦР-диагностика, хламидию, и никто не может сказать, что это не из уретры пошло, да, поэтому тут, конечно, если это прямая тукобиопсия тканей простаты. Антибактериальная профилактика рецидивов, ну, рекомендует, вы видите, длительный, однодозовый режим в течение 6 месяцев даже, да, хотя мы все-таки, ну, здесь однодозовый, то есть здесь не субангибирующие дозы все-таки рекомендованы. Симптом зависимое, то есть в зависимости от симптомов, и самолечение уже рекомендовано, да, самолечение на сегодняшний день даже рекомендовано и женщинам с рецидивирующим циститом, то есть с ними их обучают, как лечиться. Ну, будущее исследование, значит, единственное, что я хотела бы сказать все-таки, да, значит, говоря о выборе конкретного уже антибиотика, ну, в частности, левофлоксацина, у меня здесь просто нету данных по сравнению оригинального и генериков, да, потому что, к сожалению, опять-таки приходится все время затрагивать вопрос генериков в нашей стране, потому что, к сожалению, мы, вот даже я, как клинический фармаколог, мы не допущены к закупкам лекарственных средств даже у себя в клинике, да, значит, закупку осуществляют экономисты, а, естественно, ориентируется только, у них один критерий – цена упаковки, и, соответственно, покупается там по 10 рублей то, что стоит там, по 20 рублей и прочее, да. Значит, говоря об оригиналах и генериках, то, что касается вот особенно таких сильно действующих антибиотиков, как вторхиналоны и, в частности, левофлоксацин, надо понимать, что все, что мы говорим вам здесь в трибуны, да, все исследования выполняются только на оригинальных препаратах, то есть только на таваннике, в частности, да, вот левофлоксацин равен здесь таваннику по всем исследованиям, потому что на генериках никто не делает, особенно там доклинические исследования и прочее, прочее, это понятно. На генериках там, я даже не знаю там какие, наверное, только вот то, что вы, кто был с утра, случай контроль, да, кейс-контроль, вот эти вот исследования могут быть там, группа леченая, группа не леченая, могут сравнивать там как-то, ну, тоже мало сравнительных исследований, даже брать оригинал и генерик, просто этим даже никто не занимается. А все доказательные исследования, на которых мы ссылаемся, и на основании которых мы пишем рекомендации и стандарты лечения, они основаны на исследованиях, на оригинальных препаратах. Будущие исследования, значит, альтернативные способы применения антибиотиков для достижения длитной высокой тканевой пенетрации эффективных антибиотиков, комбинация антимикробного лечения с методами, увеличивающими бактерицидную эффективность антибиотиков, и исследования, оценивающие, поддерживающие терапевтическую стратегию, значит, опять-таки, совершенствование специфического, неспецифического иммунного ответа, да, то есть, конечно, надо воздействовать на два звена, на микроорганизм и на макроорганизм. Благодарю вас за внимание.